Электронные книжки Электронные книжки Электронные книжки Электронные книжки Электронные книжки Электронные книжки и сенсорный ямкостной экран. По размерам, фактически, не сильно отличается от обычного газетного листа. На чем, собственно говоря, играют разработчики этого устройства, потому что это платформа, на которой можно совершенно спокойно покупать и продавать контент. Существует магазин, называется Plastic Logic Store, в котором можно купить кучу книжек, в котором можно подписаться на кучу газет и кучу журналов. Можно подписаться, можно купить прямо сейчас. Можно посмотреть книжки. Список книжек, цена от 5 до 10 долларов. В принципе, я считаю, очень недорого. Единственная проблема, которую я вижу у Q, на самом деле ее все-таки не очень удобно с собой носить. Она достаточно широкая, достаточно высокая, но вроде бы достаточно прочная, поэтому, если на нее не садиться, если ее не бить, если не ездить с ней в метро, где все любят тыкаться зончиками и локтями, то, в принципе, ничего страшного, я думаю, с ней не случится. Что еще важно? Q оснащена практически всеми существующими беспроводными коммуникациями, начиная от 3G, заканчивая вакуаемой блютусом. То бишь, человек в дороге может совершенно спокойно, не подключаясь к компьютеру и не требуя домашнего толстого интернета, купить себе газету, купить себе книжку, что-то скачать, что-то посмотреть. Это совершенно чудесная особенность, при всем при том, время работы от батареи около недели, при условии достаточно интенсивного использования. Если не пользоваться коммуникациями и периодически на ней читать книжки, я думаю, она может прожить 2, а то и 3, может быть, даже недели. Электрологическая цена устройства начинается от 650 долларов и заканчивается 800 долларов за старшую модель. Entourage Edge – второе интересное устройство из электронных книг, которые показывают на сессе. Это электронная книга, в которой внутри два экрана – черно-белый, черно-белый и цветной и операционная система Google Android. Один экран на электронных чернилах – черно-белый, второй – обычный цветной LCD-экран. Самое забавное заключается в том, что здесь работает абсолютно полноценный Android. Софт, интернет, словари, офисные документы, видео, аська, музыка – все, что хотите. Это абсолютно полноценная операционная система, которая просто умеет показывать электронные книги на соседнем экране, на втором. Можно нарисовать? Можно черкнуть. Можно экспортировать в PDF, например. Местами напоминает, на самом деле, ноутбук. Можно закрыть. В таком состоянии она не сильно отличается от небольшого, наверное, 12-дюймового где-то ноутбука, может быть, 10-дюймового. Можно разложить в другую сторону. В этом положении выключается LCD-экран и работает только черно-белый. В таком состоянии уже книжка живет около 17 часов 20, потому что в составе, когда включены два экрана и работает на полную уменьшность процессора, книжка проживет, наверное, часов 6 максимум. Внутри стоит процессор Marvel Armada. Версия, которая пойдет в продажу, тогда процессора будет стоять 1 ГГц. Для электронной книжки это безумно много, но это нужно самому андроиду, чтобы он мог показывать видео, чтобы он спокойно работать с интернетом и ворочать экран разрешением 124 на 728 точек. Не очень корректно называть это устройство электронной книгой. Скорее, это определенная инкарнация смарт-бука, который работает на операционной системе, у которой есть второй запасной экран, на который можно просто читать книжки. В повседневной эксплуатации, на мой взгляд, это не очень удобно. Я бы считал эту книжку каким-то, наверное, концептом, демонстрацией того, как можно делать современное устройство, так, чтобы не выполняли сразу несколько функций. Полезность устройства мы поставим под сомнение, но вау-фект у него обязательно, у него, к счастью, присутствует. Поэтому очень приятно, что эти такие устройства появляются. Третья интересная электронная книга на цессе, это Spring Design Alex. Двухэкранная книжка, очень небольшого размера, тоненькая, очень аккуратная. Работает, опять же, под управлением Google Android. Собственно говоря, маленький сенсорный экран, практически стандартного для коммуникаторов размера. Интернет. Музыка. Все, что хотите. Совершенно стандартный коммуникаторный патрахан. Разъем для наушников и USB. Развлекательное устройство абсолютно во всей своей красе. Экранчик небольшой, но достаточно контрастный и вполне себе читабельный текст показывает. Поэтому я бы сказал, что с точки зрения электронной читалки и маленького развлекательного устройства, Alexa 100 очков вперед дает энтуражу, которая вот эта клава рядом стоит. Она удобнее, она проще, она легче. И подозреваю, что от батареи она работает где-то примерно раз в 5 дольше. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...